добрый день дорогие друзья вот я решил вам заснять видео с моря эта дорожка которая идет с разных отелей она деревянная могли конечно загадал что-нибудь получше придумать десятилетиями одной тоже в принципе она уже вся разбухшая там посмотрите на небо все затянуто температура примерно 23-24 градуса это наш пляж от отеля большой все таки синие штучки это все наши витязи здесь дюны барханы кстати хорошо так заросли за года сейчас к морю тоже подойду поснимаю вам здесь как обычно море ветерок мы когда даже не маленькие там прошлые года это в этом году не было такой жары поэтому тут бывает песок так нагревается но он всегда так нагревается что невозможно по нему ходить и только в шлепках можно будет пройти там кстати вот квадроциклы всякие здесь раньше такого не было не помню этого прошлом году в общем мы ходили на дюны там еще горячей закапывали и ложились под ноги закапали и грелись в теплом песке что ноги что спину что шею я вот травма так лечил свои как бы ну проходила на два-три месяца потом не болела особо спазм снималась теплой теплым песком ноги тоже прогреваешь хорошо и потом у тебя и нос дышит и ну хорошо себя чувствуешь когда ноги песке прогреваешь здесь у нас видите отдыхающие играет волейбол там у нас варкраусская площадка я там тоже занимаюсь в основном я на пляже и занимаюсь под чуть здесь футбольное типа поле там у нас она по в той стороне заход сейчас пойду зайду сегодня без семьи не захотели они на море идти вредничают я один пошел на море вот он бляж только по картам гостя вот она такая карта гостя не знаю вам интересно будет нет вон у нас получается кабинки после моря чтобы соленая вода сошла обмылся и пошел также для ног он есть краник вчера он почему-то не работал раньше наша территория была прям до моря но ограждена тут вот этих ограждений не было туда дальше они были а сейчас вот видите пляж немножечко сдвинули сюда в эту сторону и кстати которые проходили там кукурузой торговали там раками пивом вот как идут сейчас и всегда лог витязевская крана гоняла чтобы не дай бог там не траванулись ничего чтобы на них потом не было никаких косяков и вот невозможно было особо купить это надо было выходить и догонять там или в ту сторону или заранее выбегать чтобы купить что-то потому что здесь не разрешали вот так приобретать но в этих гоняли продавцов как раз море поближе подойдут какую-то штуку построили деревянную и не было вчера и вот я себе лежак взял тут лежаки вот так стоят раньше все лежаки были там и надо было по карточку даешь и берешься ну там сколько там два-три лежака а сейчас как бы вот все здесь лежаки удобнее на самом деле подошел выбрал какой тебе нужно народу кстати поменьше сегодня желтый флаг купаться можно народу на самом деле в прошлом году столько не было хоть и коронавирус был тоже страны закрытые были народу все равно не было столько прям в этом году его слишком много прям это и посмотрите пасмурный день половину людей на море не идет и все равно очень много посредством помоги людей вот этого пирса кстати не было в прошлом году я его не помню построили наш теплоходы сейчас эти как круизные лайнеры говорили открылись тут ездит на побережье может остановки такую сделали а там она появится этим не видно сейчас за тумана из-за туч моря не очень я бы сказал бы грязная все в тени сейчас ненавижу эту тину если честно вечно в этой анапе это кино я здесь вон грязно море бантики что мне нравится я вот в турции был четыре раза что мне нравится в турции пляже постоянно убирают я потому что помню на пробежку вставал пять утра в турции и я видел как люди ходят там с палками специальными там с пакетами мусорными и убирают вот эту всю всю ерунду и также я видел лично как убирают раньше точнее убирали тину свод с анапского моря витязева я видел как трактора заезжали сеть пускали вот сеткой вытаскивали тину сейчас последние годы лет так десять этим никто вообще не занимается и кому ничего не надо мусор вот так валяется никто его не собирает никому ничего не надо также в море пока она не очень чистая на самом деле это вот из года в год море здесь не очень здесь я с местными общаюсь ребятами познакомили меня прошлом году сергеем мы ездили на подводную рыбалку я вам потом ставлю как мы это было мы отъезжали 70 80 километров от анапы и там настолько чистейшая вода в сторону крыма чистая прозрачно и дельфинов очень много было прям очень там штук 15-20 их плавала они вот так вот 10 метров от тебя плавать здесь тоже кстати заплывают дельфины в этом году сколько я ну вот за неделю один раз мы дельфина видели но я видел так 50 метров от себя двух дельфинов и все остальных как бы больше я не видел надо рано утром вставать приходить на море они бывают проплывают вот поэтому мне плане отдыха и чистоты турция намного превосходят ну и сервис естественно чтобы тут не говорили но местные говорят море такое вот ну грязно и это во первых цветет а во вторых туристов очень много и они сами местные они не купаются в самой анапе они не купаются здесь вот это надо вот все местные ездят вот километров туда 5 еще 7 когда кончается там туристов нет там море почище и все вот туда ездят купаться посмотрите сколько народу там сколько народу здесь и каждый там море залезет каждый там глотнул выплюнул и тому подобное поэтому друзья вот этот знаменитый голос который ходит из года в год течение не знаю 10-15 лет мы можем показать эту женщину вот она с кукурузой прям ностальгия как когда такое слышишь слушаешь холодное пиво горячий кукуруза не знаю может кто-то себя здесь и узнает на пляже кто увидит а то многие писали что он тоже в анапе отдыхают битязева кто где хорошего друзья тоже всем отдыхом вот принципе день у насколько 11 часов дня вот столько в принципе народа но в такое море у меня желание нету лезть я позавчера купался было чистое прозрачное но в такое море я не полезу я подышу лучше здесь морским воздухом но купаться не полезно да еще если вы могли заметить вот напротив витязева видите за нашего отеля вот здесь народу поменьше вот видите там через каждые там 5-10 метров а начиная уже вот только он заканчивается посмотрите там такая плотность населения и там вот только вот здесь он заканчивается по синие арматуры и там вообще кишит народ там негде упасть даже вот этим и хорошо что вот такие отели когда народу не так много на территории но спортсменка кроссе бегает надо кроссе утром бегать когда никого здесь нету я если хотите засниму я побегу кросс раза два еще буду бегать я вам засниму могу заснять утрешние утрешний пляж рассвет если он будет виден конечно из этих туч питере аномальная жара за 120 лет говорят такого не было плюс 35 там уже сколько стоит а здесь в анапе тоже не было говорят такого в июне чтоб так прохладно самом деле 2324 градуса для анапы это ну не то в принципе комфортно но покупаться и по загорать уже не так сможешь и еще по поводу черного моря и средиземного который находится в турции черное море у него по моему солености 16 процентов а у турецкого средиземного там идет по моему 48 процентов учет такое чуть в три раза соленей чем черная там даже когда первые первый раз я прилетел у меня все все тело я не привыкшая такой солености все тело ну прям щипала я не знаю неделю точно наверно поэтому дорогие друзья это кстати намного лучше когда вот море соленей нос на следующий день пробивает чистится а и а и и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует...